Телекомпания «Вид» представляет. Добрый вечер, здравствуйте. Скажите, может быть, когда-нибудь вы задавали себе такой дурацкий вопрос? Если человек может оторвать от земли тяжесть, которая превышает его вес, то почему люди не летают? Сегодня попробуем найти ответ на этот вопрос, потому что сегодня час пик для экспертов в области борьбы человечества с гравитацией. Анатолий Иванович Самодумов, здравствуйте, Анатолий Иванович. Здравствуйте. Анатолий Самодумов, 57 лет. Родился в семье военного в Серпахове. После окончания профессионально-технического училища служил в армии авиационным техником. Увлекался спортом, в том числе культуризмом. Необычные способности проявились у Анатолия еще в детстве. Играя со сверстниками, он поднимал слишком тяжелые для своего возраста предметы. Долгое время увлекался штангой. В 72-м году разработал уникальную лечебную методику сверхнагрузки на человеческий организм. В 78-м начал практиковать как целитель. Долго работал на Алтае и на Кавказе. Собственным примером доказал, что человек способен поднимать вес более чем в тонны. В Москве бывает редко. Живет в родном Серпахове. Себя считает человеком ленивым. Любит гулять со своими тремя собаками. Ну начнем, Анатолий Иванович. Попробуем поднять эту проблемку. Почему же люди не летают, если они могут поднять вес во много раз больше, чем весят сами? Причина, в общем, над этим вопросом я долго задумывался и думал, в чем причина, почему человек не летает. Видите, у нас не хватает для этого, как ни звучит мистично, высокочастотной энергии сознательной. Что, 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 стоп, 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 стоп. Не хватает тех энергий, которые могли бы нас осознанно поднять в воздух и могли бы лететь по своему желанию куда угодно и как угодно. Так, приехали. Существуют законы физики, так? Существует. Существует гравитация, так? Существует. Назовите мне одно, хотя бы одно существо, которое летает благодаря так называемой, вы сейчас произнесли, высокочастотной энергии. Птицы летают, потому что есть крыло. Самолеты, потому что крыло и двигатели. Существуют законы физики, все это верно, вы говорите. Человек может летать за счет собственного сознания. Ведь вы знаете, сейчас проходят чемпионаты мира по полетам. Мускульные аппараты? Нет, по полетам, без всяких мускульных аппаратов. Официальные чемпионаты мира. По полетам? Человека. Откуда куда? И вот тут назвать, что это полет. Человек, в общем, совершает своеобразный скачок, прыжок. Около двух метров, по-моему, сейчас реку. То есть, он сидит под лотоса и неожиданно, так сказать, взлетает в воздух и производит такой прыжок. Секундочку, он отталкивается ногами? Ничем не отталкивается. Можем ли мы телевидение, программа «Час пик» получить изображение этих... Вам надо съездить на этот чемпионат, узнать, где проводится. В основном этим занимается, по-моему, я не знаю точно, Восток и в Америке проводятся такие занятия. Первый раз об этом слышу. Хорошо. Давайте говорить о том, что существует у нас в Серпухове. К миру вернемся, да, на землю. Вернемся на землю. Давайте. Вернулись на землю. Смотрим видео. Я вас прошу прокомментировать, что происходит здесь в кадре. Вот вы видите. Там сидит человек, его зовут? Самодумов Анатолий Иванович. Анатолий Иванович Самодумов там сидит. У него веревки, привязанные к двум автомобилям Lada. Нет, это дверь иномарки. Иномарки Toyota. Ну, извините, мой патриотизм здесь сработал впустую. Вот, включая двигатель Toyota Corolla. И никуда. И на всю мощь, на первой скорости пытается меня утащить. Я ее держу через поясницу, упом ногами, упоя ноги. Так, следующий эксперимент. Твои возможности поясница. Это шасси самолета Ту-134, если не ошибаюсь. Да, 40 тонн. Видите, какой я специалист авиационный. 40 тонн. Самолет не заправленный. А, нет. Нет, он заправленный. Заправленный. Мы специально у техника спрашиваем. Так. И вот оба. Это же девушка была. Да, это, в общем-то, я пробовал просто как бы убедить девушек. Первые в жизни они пробуют сдвинуть самолет, тем более зимой. Это в декабре было. Шереметьево-2. И получается у всех ваших учеников. Да, мы просили даже не 40 тонн, а 110 тонн. Но нам не дали. Я читал ваши статьи, где вы говорите о том, что не просто грубая физическая сила позволяет человеку преодолевать вот такие сверхнагрузки. Что это на клеточном уровне? Что, по вашему мнению? На клеточном уровне все-таки тоже наше сознание. Или если разговаривать все-таки физическим языком, это наполнить клетками. Клетки всеми вибрациями энергетическими. Жизненными силами, проще говоря. Изобилие жизненных сил. Во всех его, так сказать. Вот мне очень нравится из Фауста. Коль недочет в понятиях случится, их можно словом заменить. Вот назвали словом энергия, жизненные силы. А что под этим кроется-то? Ведь мы, извините, мы материалисты. Мы знаем, есть биохимия клетки, есть обменные процессы. В клетке есть ядрышко с хромосомками, мембраны, которые ответственны за обмены и так далее. Что там происходит? Такого, чего мы, простые люди, не знаем. И что вы почувствовали? Может быть, не имея специального образования, вы называете это энергией. Или еще как-то? Ну, видите ли, я думаю, что в этом вопросе у нас язык простый и в науке, и у нас довольно-таки еще бедный. То есть, это вопрос образования, видимо, будущего информатики. Вот. Поэтому долго мы, так сказать, нашу энергетическую систему считали, так сказать, мистикой. Ну, это же естественные физические факторы, только более тонких энергий, то есть физики завтра. Это же не мистика. Давайте так. Поскольку пророков в своем отечестве быть не может по определению. Да, мы это знаем давно уже. Да, поэтому приходится. Что говорит на этот счет вот о вас? Человеке, который поднимает до шести тонн, отрывает от земли. Человек, который собрал сначала энтузиастов, а потом всех желающих, и оздоравливает их с помощью садизма просто. Или мазохизма. В этом случае мазохизм. Люди сами соглашаются поднимать тонну, при этом испытывать риск, с моей точки зрения, перелома позвоночника. Ничего не происходит. У вас были травмы когда-нибудь? Пока нет. Хорошо. Хорошо. Постучали, значит, вот по дереву. Что говорит Запад? Были ли вы на Западе? Оценивали ли вас какие-то международно признанные авторитеты или величины? Да нет, авторитетам некогда. Они же заняты, они же серьезные люди. А я не серьезный человек. Так, так, так. Хорошо. Вот уже хорошо. Так, так, так. Поэтому авторитетам некогда. Некогда, понимаете? Здесь понять несложно. Ведь всю жизнь человек. Так сказать, был занят физическим трудом, тяжестями. И вдох на основе этого труда и тяжести еще создана какая-то оздоровительная методика. Но там человек трудился по необходимости. В прошлом. Да. Таскал деревья, бревна, уголь. Поэтому, чтобы уйти от этого труда, человек сейчас, так сказать, многое что придумал техническо-механизировное. Собственно, можно сказать, оснастил себя техническими костылями, но сам-то весьма ослаб. Был такой лозунг у хиппи, который мне принадлежал, back to nature, обратно к природе. Вот вы практически исповедуете вот это, да? Нет, я этого не исповедую. Видите ли, эта методика требует всего лишь одной тренировки. 7-10 дней, полтора-два часа. И не выдергивает из его привычной жизни. Так. Поэтому в этом ее великая преимущество. Она реально. У нее очень высокий коэффициент полезного действия. Что сказала Джейн Фонда, когда с вами познакомилась и на себе ощутила? Она же спортсменка, она то, что понимает про тело. Она через 5 минут уснула. Как уснула? Джейн Фонда уснул через 5 минут. Я ей проводил просто, так сказать, энергетическое, так сказать, ну, лечение или ощущение. Что происходило между вами, честно? Между мной ничего. Она просто легла на кушетку. Так. И я, как белый целитель, с ней поработал. Как и с многим миллионерами и миллиардами. Вы обладаете даром гипноза? Нет, это не гипноз. Это даже не сугерстие. Это обыкновенная передача энергии другому человеку. Это, в общем-то, весьма простая штука. Вы знаете, вот мне по-человечески, я для себя делю целителей на коммерсантов. Вот этого. Типа вот Анжелики, вот не буду называть фамилию. Их много разный. Да, салоны открывают, выступают. Даже на телевидение их пускают. И вот людей, которые внутренне пришли к этому глубоко, не делают на этом деньги. Как мне кажется, когда начинаются деньги, энергия заканчивается. Видите ли, вы не совсем правильно к этому подходите. Это, в общем-то, удобные позиции. Видите, за все везде надо платить. Удобные позиции людей тех, кто, в общем-то, не хочет платить. А в жизни, видите, нам за все везде всегда приходится платить. Целитель отдает маршруту силу своей и энергии. И своего творчества. Тем более, он всегда это делает должен с любовью, с каким угодно человеком. Мы говорим о целебных, вы сейчас начали говорить о целебных свойствах сверхнагрузок. Ну, давайте о целебных поговорим. Вы спросили Джейн Фонда, мы отклонились. Нет, о Джейн Фонда я понял. Вы с ней провели такой оздоровительный сеанс. Она почувствовала результаты этого сеанса. Я вот хотел об этом дальше поговорить. Она восприняла вашу методику сверхнагрузок? Вы же ей наверняка говорили об этом, показывали. Ну, она на этом на себе не попробовала. Я был в Атланте, а сама она живет не в Атланте. Она только туда выезжает именно с РНН на студию. Именно когда она приехала, тогда она меня и пригласила. Что американцы сказали по поводу этой теории вашей сверхнагрузок? Американцы сказали так. Если это реальность, мы давно что-то ждем и ищем. То мы тебе Америку откроем. Так, это уже конкретный разговор. Да, это очень конкретный. Когда будет открыта Америка? Ну, вот, в общем-то, приглашение у меня есть, виза есть. Я просто сам готовлюсь к этому. Я просто сам не еду, пока не очень готов. Я знаю, что к вам, вот, я не знаю, как это назвать, в центр, секцию, вообще, вот ваше место. Ходит очень известный миллионам, десяткам миллионов человек Леонид Аркадьевич Якубович, любимый всеми ведущий «Поле чудес». Что он говорит, что он чувствует после вот этих упражнений? Сколько он поднимает, кстати, сейчас? Ну, я точно не был на последних тренировках, но последняя его нагрузка была 650 килограмм. 650 килограмм, Леонид Аркадьевич Якубович отрывает. Он чувствует прилив энергии после этого, да? Ну, это, наверное, скорее всего, у него, надо спросить. Вот, вот к чему хочется перейти. Целительные, было произнесено, да, вот, целительные свойства сверхнагрузок, сверхнапряжения. Ожидаешь, что тут можешь получить травму, потянуть связки, или у тебя разовьется что-то нехорошее, а оказывается, что? Ну, видите ли, потянуть связки, или что-то получить нехорошее, мы можем в любой жизненной, бытовой ситуации. Там все предусмотрено, чтобы этого не получалось. Как воздействуют сверхнагрузки на болезни, например? Ну, они воздействуют, во-первых, на, если вы говорите восточным языком, на все активные центры и точки. И снабжают человека, так сказать, более обильные жизненные силы. Они мобилизуют организм, да? Все методики в мире основаны по одному принципу – напряжение и расслабление. Вот, и эта методика дает как раз более качественное, более мощное напряжение. Естественно, и более, когда человек напрягается, отдает свои силы. Когда он расслабляется, он их восстанавливает. У нас прибыли. Чем мощнее напряжение, тем мощнее расслабление. То есть, человек раскачивает свой маятник – напряжение и расслабление. Все очень просто. Как дважды два. Скажите, среди ваших адептов есть, кроме Леонида Аркадьевича, известные люди, которые могли бы публично рассказать о том, как бы зафиксировать этот эффект? Ведь очень важно, выходя с чем-то новым к людям, да, как-то гарантировать результат. Кто может поручиться за вас, за вашу методику? На ком вы опробовали ее с положительными эффектами? Вы вылечили кого-то от болезни, от неизлечимы и так далее? Ну, допустим, даже в этой пленке предоставлено, что здесь мое милиции. Правда, в отставке готов к операции гинекологической. Рак. Две недели осталось до операции. Она пришла ко мне, не хотела эту операцию, напугалась, естественно. Лечился она до этого в 4-м отделении в Кремлевской больнице. Так. Но нет никакого рака. Все полностью вылечено. Ну, там могла быть и доброкачественного выхода, как это часто бывает. И врачи бывают, пугают людей зря. Но, тем не менее, опухоль... Исчезла. Исчезла. После сверхнагрузок. Да. Допустим, моя ученица и другие, кто занимались... Ей когда-то лет 15 назад, по-моему, в какой-то медицинской газете писали, кто найдет способ лечить псориаз, тому Нобольевская премия будет выдана. Ну, вот она болела очень острым псориазом. Можно ее было пригласить, просто она не приехала в другую. Может приехать, поверить, в любое время. Она 3 года с лишним не была. Анатолий Иванович, вы обязаны номинироваться на Нобелевскую премию в таком случае? Зафиксировать это в Академии наук медицинских? Увы, я живу в России, и все очень сложно. А вы предполагаете сменить место жительства, так вы сейчас произнесли? Нет, увы, я знаю, что такое ностальгия. Тут народ и место, где родился. Поэтому я тоже больно ностальгией. Мне интересно Россия. Но у меня нет денег, поэтому я должен ехать в США. Сейчас я хочу открыть фонд, ну и посмотрю, так сказать, на щедрость русских людей и на его глазу. Понятно. Телефонные звонки, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Мне 55 лет. У меня к вам вопрос. Могу ли я поднять груз за 700 килограмм? После трех-четырех месяцев занятий. Это зависит, это методика. Это тот магазин, где каждый купит индивидуально, может каждый, что ему хочется. Но это индивидуально. После тонны очень жестко включается этика природы. И если ваше желание, помыслы слишком расходятся с законами природы, ваш результат встает. Надо разобраться в себе. Слушаем вас. Следующий звонок. Здравствуйте. Не так давно я делал ремонт в квартире и понял очень тяжелую тумбу. Врачи установили радикулит. Могу ли я по вашему методу излечиться от него? Да, можете. Таких было много людей и излечились. Как раз у меня сейчас занимается человек, который 20 лет страдал радикулитом на Север-ПРВ. Два года он уже забыл, как о нем. Эта методика очень простая. Она имеет высокие, очень реальные и очень жесткие. И она дает, в общем, человеку весьма, так сказать, быстро приносит те факторы и качества, какие ему больше всего хочется. Практически человек, набравшись энергии и жизненных сил, он сам может управлять своим биологическим возрастом, своим здоровьем. То есть, сам себе излечивать. Анатолий Иванович, естественно, возникает вопрос. Может ли человек, поскольку всего-то не нужно, гири или тяжесть, которую берешь и отрываешь, судя по тому, что мы знаем из публикации, из газет. Может ли человек сам этим заниматься? Сам человек этой методикой ни в коем случае не должен заниматься. Никто не должен самостоятельно открывать зал. В силу того, что методика состоит из двух основных факторов. Физической и энергетической. Если в зале не поставлен энергетический поток, то методика сама по себе мертвая. Она чисто механическая. Человек на механику тратит последние силы и получает совершенно отрицательный результат. Если в зале поставлен энергетический поток, то человек может развиваться беспредельно. Анатолий Иванович, поскольку мы начали с очень такой скользкой темы, почему люди не летают, как вы относитесь к религии? Ну, к религии я отношусь своеобразно. Методика сделана в какой-то степени на религиях. Потому что в каждой религии сказано, что или в христианской царстве Божьей находится у вас самих, или в других. В религии сказано прямым текстом. Человек познай себя, кроме тебя нет ничего. Это как раз методика для этого и создана. Именно я считаю, что везде есть гравитация. Везде есть Бог. Я считаю ее, в общем-то, вселенским азом. И проникая в другие все ипостаси, она создает и творит все, что есть во Вселенной. И человек именно таким путем через тяжесть связывается с этой гравитацией, как с Божественной силой. Ни с гравитацией нет и материи. Она межклеточная, она межатамарная, она эмоциональная, она интеллектуальная и прочее. Я боюсь, что мы ее очень узко рассматриваем и весьма примитивно понимаем. Вот исходя из этого понимания, я и создал эту методику. А уж людям критиковать, судить или опровергать, это им делать. Наталья Иванович Самодумов. Настоящий природный русский талант. Спасибо вам большое. Мне нечего добавить к тому, что вы сказали. Спасибо. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. «Вид» по заказу ОРТ.